В сентябре на телеканале «Надежда» стартовало новое молодежное реалити-шоу с многоговорящим названием «Путь героев». В течение сезона зрители могли наблюдать за жизнью участников проекта, которые как настоящие герои с достоинством проходили все испытания. Цель проекта – помочь участникам наладить свою жизнь. Как с этим справились участники «Пути героев» и какой сюрприз в конце первого сезона ждал зрителей в репортаже Ангелины Вилут и Николая Волкова. В течение всего сезона зрители могли наблюдать за успехами и провалами участников проекта, а также сами могли применять советы экспертов и тренироваться вместе с героями. Но настоящим итогом сезона стала специальная встреча зрителей с участниками и экспертами. Цель встречи – определить свои сильные и слабые стороны и построить пошаговый план действий на пути к достижению высшей цели, что является совершенно нелегкой задачей. Как мы знаем, что самая сложная борьба – это борьба с собственными слабостями. 34 человека пришли сюда для того, чтобы вступить на эту героическую стезю борьбы с самим собой, что уже само по себе является отважным шагом. Мы решили узнать, что же привело сюда этих героев нашего времени. Здесь проводятся мероприятия, основой для которого служит идея, описанная Стивеном Кови. В социальной сети увидел баннер, заинтересовался, решил прийти посмотреть, что это такое. Действительно стать тем эффективным человеком. Сейчас хочу окружение свое увеличить. Нужно заботиться о том, чтобы как-то фильтровать все то, что в мою жизнь приходит. Все равно оно материальное, главное, что у тебя внутри твое состояние духовное. Во время тренинг-встречи гости могли принять участие в интерактивном квесте, пообщаться с экспертами и услышать опыт участников проекта из первых уст. Участники творческой команды в более подробных деталях рассказали, как проходила подготовка и сами съемки проекта. Главная цель этого проекта была не накормить всеядную аудиторию какой-то привычной пищей, а сформировать абсолютно новые вкусы и абсолютно новые, так скажем, тренды среди молодежи. Но на самом деле весь этот проект – это был реальный путь героев. Причем, я не знаю, я видела, что его прошли герои, да, но мне кажется, тот путь, который прошла команда, это был еще более жесткий, так скажем, момент, потому что то, как мы искали экспертов, это вообще заслуживает, так скажем, отдельной благодарности и поклона нашему исполнительному продюсеру Ане. И нам приходилось какие-то кусочки доснимать в другие дни, и с этим тоже была проблема, потому что всех экспертов и героев нужно было переодевать, и нужно было запоминать, кто в какой одежде был, какие были украшения, какой макияж, какая прическа. Да, если будет второй сезон, то у нас будет более таргетированный отбор наших героев по определенным критериям, и я думаю, что мы очень многое дополним, изменим и усовершенствуем, но для этого также нужна хорошая финансовая подушка, и для этого нужны дополнительные инвестиции в команду, потому что все выложились на пределе. Как мне кажется, нам нужно будет расширить нашу команду, потому что, когда мы снимали первый сезон, нам иногда не хватало людей, и многие люди из команды были перегружены. Мы изначально общались с нашими героями, выявляли их потребности, выявляли их трудности, и вместе с экспертами уже решали, какой тренинг нужно дать нашим героям. Говорят, что все решает послевкусие. Мы решили узнать, какое же послевкусие осталось у участников проекта. В проекте больше всего запомнились сами эксперты и участники, потому что это была та чудесная атмосфера на протяжении нескольких месяцев, которая была со мной. Эти эмоции, эти люди. Интересные тренинги, особенно тут, где я ходил, с этой чумой на голове. Это было волнительно. Была великолепная команда, классно все организовано, мне понравилось, и впечатления по этому самые лучшие. Для меня это было все необычно. Я получил новый жизненный опыт. Мой характер меняется, меняется мое мировоззрение. Мне захотелось еще дальше продолжать изучать себя. Поэтому я дальше начала изучать психологию, спорт, питание, бизнес. То есть это дало большой толчок в моей жизни, в моем развитии. Ну, скажем так, моя целевая проблема, это достаточно сложная проблема, это как дверь с большим количеством замков. Чтобы пройти через эту дверь, нужно открыть все замки. И проект помог мне открыть многие из этих замков, остальные из которых я уже открыл после проекта. Встреча прошла в уютном, дружелюбном формате. Гостей ожидали разные сюрпризы. Каждый получил собственный конверт заданий и смог потренировать интересующее его направление. В конце участников ожидали призы, розыгрыши и захватывающая лотерея. Остается пожелать зрителям и участникам победы в борьбе с собой, а творческой команде телеканала желаем новых хороших идей.